всем доброго дня сегодня расскажем много спрашивать подключить смотрите контролер идет у него здесь внутренняя резьба дерьмовая кажется на три четверти внутренняя и на три четверти тут наружная тут внутренняя три четверти здесь наружная то есть нужно ешь с внутренней резьбой и можно найти ее что 9 поставил муфту муфта на три четверти на пол дюйма здесь ешь на пол дюйма пошел вот такое устройство можно получается надо ешь на три четверти с одной стороны вкручивается и ешь только с внутренней тогда резьбой если без муфты на три четверти идем дальше так и батарейки сейчас вытащил пока выключен капельный полив и емкости две емкости вот такая раскручка как бы сам все делал без заморочек здесь у вас видно емкости есть резьба например на три четверти пункта не рекомендую подматывать лучше видеть есть как нитки льняное перекручивать все бывает подкапывает ведь ведро стоит но экран на три четверти получается и здесь пошла разводка запитана две емкости параллельно также в них есть перелив здесь шланг вот это аккумулятора от магистрали и там стоит лягушка которая набралась выключилась ну здесь кран просто для полива теплый и там пошла разводка вот на капельный полив там кранчик там еще один кранчик чтобы можно было все поперекрывать такая система ну и вот вот с крана только вот и зале чем 2 поставил стоит здесь даже воду можно набирать и холодную здесь получается холодная с магистрали вода здесь теплая с емкости руки помыть еще что-нибудь ну и вот она пошла туда скажем ведь это узел под землей все это приходится сейчас все это облагородится и надо и осенью продувается то есть компрессор все это подключается и вода из потому что это летний же вариант не утепленный без обогрева и все это он стоит емкость для полива кубового огорода уже туда даже автоматически она набирается по магистрали там даже стоит лягушка включение выключение набралась выключилась ну и соответствующие там гидроаккумулятор все это выключил но это летний вариант поэтому вот все просто и стоят на два отделения здесь контролер и в другом отделении контролер светилась теплица как хозблок поэтому ничего сложного еще раз напоминаю ерш на три четверти с внутренней резьбой и здесь нужен ерш снаружи или тогда муфту поставить переходную снаружи резьбой так вы хомуты соответствующий шланги подключить и капельный полив вот он пошел ведь вдоль грядки я вас сделал закольцевал полностью вот это самый дешевый видите менять на вот она экономия обратите внимание все этому шлангу пришел купол эти на липучках на саморе засадил чтобы хомутиками так продеть а в другом отделении обратите внимание стоит дорогой шланг или ему и он живой видите все целое и не потрескаешь зимой мы с него воду не сливаем так что на шланге не экономки надо шланг на три четверти или на двадцать по-русски здесь такая же вот система вилка потом какой садится сделает сейчас пока так это нашла генея на магистрали не экономьте сделай купите хороший дорогой шланг чтобы у нас как вот сейчас не рассмотрите переделывать экономия тысячи рублей полира куплен он весь разорвался все и там везде ведь весь потрескался сейчас по новому все это его покупать шланг новой и по новой хозяйке делать это ли полив а это минимум день работы все вроде рассказал про наш капельный полив очень мило как говорится клуб клуб очумелые ручки от александр анатольевич не экономьте это как в теплицах сэкономили раз и потом но эти все открыто фоточки на автомат здесь все открыто автоматически не экономьте покупайте лучше сразу хорошие делать обжигаясь я всегда люблю экспериментировать такие сейчас ответе шланг этот менять одноразовый не так слишком и дешевых в итоге выходит если посчитать работу и время потрачено в этом шлангов много теперь осталось сделаю новый шланг гардену поэтому всем пока ставьте лайки пишите комментарии все расскажем покажем будущем еще